Приветствую вас, уважаемые автовладельцы и автолюбители! Осень в самом разгаре, но у нас в регионе уж точно. Вот несмотря ни на что, мне нравится осень. Хотя этот переходной период от тепла к холоду может доставлять автовладельцам немало хлопот. Сегодня мы расскажем вам парочку случаев из нашей практики. Давай, Жень, заставочку ремонт. Субтитры сделал DimaTorzok Неуверенный запуск, а то и в целом работа двигателя первая характерная осенняя болячка. Можно, конечно, обвинять похолодание, сырость, но на самом деле эти осенние факторы только лишь оттеняют, я бы даже сказал, выявляют проблему. А причина-то другая, при том у всех разная. Посмотрим, что там было у Альмеры. Да уж, загадал Ниссанчик загадку. Со слов владельца. Если тепло, заводится, а похолодает нет. Разумеется, слова эти проверили. Машина вся в России ночевала на улице и утром точно не завелась. Вот теперь можно искать причину. Тут-то и начинается любопытное. Диагностический сканер показал Несправность датчика положения распредвала. Победа! Поменять датчик и езжай, счастливый владелец. Неа. Снова приедет и с той же жалобой. В нашем случае все сложнее. Ошибка датчика – это следствие, а не причина. Сложность в том, что мотор уже прогрелся в помещении и стал заводиться, как ни в чем не бывало. На самом деле, болячка нередкая для этого двигателя при пробеге за сотню тысяч километров. Притом, есть и колхозное решение – закрепить датчик с поворотом по часовой стрелке. Но это не наш метод. Ведь причина в неправильной работе газораспределительного механизма. Фазы ушли. А вот из-за чего? А если присмотреться? Износ звездочек и цепи. Нет-нет, то, что цепь вытянута, на глаз не определить. А вот косвенные признаки вытяжения есть. Следы износа на зубьях. Вот она истинная причина плохого осеннего пуска. А отнюдь не датчик, как показал сканер. Так что те, кто ругает ремешки ГРМ и нахваливает цепь, знайте, что есть моторы, у которых срок службы цепи вполне сравним со сроком службы ремня ГРМ. Но перейдем к следующей болячке. Как только приходит осеннее похолодание, во многих машинах просыпаются они. Ну да, сверчки. Сверчок, а точнее бряк, о котором сейчас пойдет речь, вот, казалось бы, не может быть связан с похолоданием. Но на моей десятке он просыпался именно при похолодании. Этот бряк проявляется у машин с подобной конструкцией замка. С солдатиком. Во всей красе он проявился на вазовских моделях. Чтобы его устранить, придется демонтировать обшивку двери. Рассмотрим на примере десятки. Снимаем декоративную накладку кармана. А затем дверной динамик. Теперь ручку крепится на двух болтах. Далее рывками демонтируем обшивку. Клипсы здесь одноразовые, но если аккуратно, то их можно использовать и несколько раз. Мы, например, ни одной не повредили. А вот и виновница бряка. Тяга замка. Увы, этот сверчок запрограммирован самой конструкцией. Изолента, намотанная в месте соприкосновения тяги и двери, частично приглушает, но не устраняет сверчок. Задача убрать люфт. Для этого используем звукопоглощающие материалы. Мы уделяли им немало внимания в программе. Подойдет и вибропласт, и сплен любой наклеющейся основе. Много-то и не надо. Возможно, выглядеть будет неказисто. Но зато, когда поставим обшивку на место, в дверьке воцарится тишина. На сегодня все. Ставьте свои оценки и желательно вот такие. Увидимся. Жень, вырубай шарманку.